Друзья, всем привет! Меня зовут Вита, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду показывать вам кое-какие продукты новые, которые я себе купила. Я хочу начать с вот такого вот интересного кремика, он называется Tiger Grass Color Correcting Treatment. Это Dr. Jart и этот продукт для коррекции красноты. У меня красноты не так уж и много, но она есть, особенно если посмотреть на разницу между моим лицом и моей шеей. Мне лицо розовее, чем шея. Я особенно, когда начинаю наносить какие-то продукты, у меня кожа чувствительная, начинает быстренько краснеть, появляются такие сосудики, кровь приливает. Короче, я не понимаю, вот мне это надо, не надо, но, видимо, надо. Я взяла вот такой наборчик, он есть в Сифоре, называется Redness Rescue Kit. В общем, спасет меня от красноты. У меня уже был вот такой полноразмерный крем, он называется Tiger Grass Cream, и он мне нравился. Я хочу попробовать вот эту сыворотку из той же серии. И я уже вчера и намазалась, пока полет нормальный. И вот это вот колор, корректирующую чуду, чуду-юду. Тут есть SPF 30. Ну, давайте попробуем. Я даже не знаю его как-то, наверное, давайте вот так я сделаю. Сначала нанесу свой праймер. Любимый. Я его в основном наношу на периферию, потому что это то, где у меня есть какая-то сухость, и уже остатки на середину. Но он такой зелененький, поэтому понятно, да, колор праздник будет. Видите, я просто мгновенно покраснела. Давайте. Пахнет он, конечно, мазью, просто, знаете, звездочка, мазь-звездочка. Всплывают детские травмы сразу. Так. Мне главное, знаете, чтобы не было никакой вот странной там текстуры. Давайте. У меня нос, как всегда, красный. Ну, да, конечно, корректирует мгновенно и такой превращается в такой бежевый крем. Легкое покрытие очень получается. Я хочу еще посмотреть, как на этом все будет сидеть, конечно, тон. Но по ощущениям пока полет нормальный. Конечно, мне кажется, если нужно какую-то красноту прям жесткую корректировать, то будет классно, да, вот когда прям розоцея, или, да, если, может быть, после каких-то процедур лицо красное. А мне вот тут, да, уже просто по всему лицу. Так. Корректирует и осветляет. Слушайте, ну хорошо. Помимо адского запаха, так, в принципе, все хорошо. Давайте сейчас нанесем тональный. У меня сегодня будет новый тональный. Я сегодня буду пробовать Rare Beauty. Слушайте, я вообще не пробовала Rare Beauty. Ни одного из продуктов я никогда не брала. Ну и тут, конечно, и там что, Instagram, TikTok и YouTube добрался до меня. Потому что здесь, в Америке, все, конечно, хвалят, перехваливают, ухваливают Rare Beauty. Особенно молодежь. Вот. Поэтому я сдалась и решила взять себе тональный крем и консилер. Еще потому что я закончила несколько тональных кремов прям недавно. И знаете, у меня есть такая привычка просто стиль жизни. Знаете, я никогда себе практически не покупаю каких-то дублей. Вот действительно, я не знаю, что это. Мне всегда хочется пробовать что-то новое. Вот я обожаю крем тональный Nars, последний Light Reflecting, который. И я обожаю Charlotte, вот Beautiful Skin. Nars у меня закончился, новый я купила. Нет. И Charlotte у меня тоже уже, видите, подзаканчивается. И я не знаю, я вообще буду покупать новый. Нет, мне хочется пробовать новый. Вот у меня тяга, тяга просто к новизне. Меня не покидает. Поэтому я, когда еще выбирала себе, я сначала посмотрела на сайте, начала выбирать себе онлайн и выбрала себе светлый нейтральный оттенок. Но, к моему удивлению, когда я пришла в магазин, светлый нейтральный мне показался слишком светлым для меня. Поэтому я взяла себе оттенок 130N. Вот так он выглядит. Интересная упаковка. Давайте сейчас открутим. Такой аппликатор. Ну, хорошо. Я люблю помпы, потому что этим аппликатором я буду 3 месяца, а то и больше возить по своему лицу. Поэтому, ну, такое. Вот. Но что нам говорит производитель? Что это очень легкое тональное средство. И это такой, знаете, тональный эликсир, который не чувствуется на коже. При этом должен дать приемлемое покрытие и натуральный финиш. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Слушайте, мне нравится, кстати, как выглядит этот Color Treatment. Особенно вот даже вот и без макияжа такое он очень легкое покрытие дает. Очень красиво, если не планируете краситься, но хочется убрать красноту. Ну, я не особо понимаю, сколько наносить этим спонжем, но... Ну, цвет, слушайте, цвет я хороший выбрала. Ну, этот, конечно, хороший показатель. Вообще там в Rare Beauty очень много цветов. Прям от светлых до темных. И меня радует то, что мой оттенок, у меня нейтральный подтон, что он не самый светлый. Потому что обычно нейтральный самый светлый оттенок, это мой. И он мне еще, знаете, там чуть-чуть темноват. Хорошо он растушевывается. Мягко, при этом действительно дает покрытие такое, знаете, оно натуральное. Но даже ближе к сияющему, конечно. Посмотрим, как усянется. Из-за того, что я использовала этот цветокорректирующий продукт, праймер, я использую намного меньше тонального крема. Это, конечно, не может не радовать. Мне нравится. Давайте перейдем к консилеру. Консилер я взяла в том же оттенке, потому что у меня просто куча высветляющих консилеров. И я решила в кои-то веке взять адекватный оттенок, а не высветляющий. Такая вот лопаточка. Что нам говорится про консилер? Что он очень увлажняющий. Что покрытие можно наслаивать. Что он будет растворяться в мою кожу. И что нельзя будет его обнаружить после этого. Вы знаете, в принципе, вот я смотрю сейчас на тон, и мне тон очень нравится. Его действительно, ну не то, чтобы прям его не видно, его видно, но он хорошо смотрится. Так, если у меня заявлено, что консилер увлажняющий, то я прям жду красоты. Без сухости, пожалуйста. Интересная щетка такая, знаете, прям копыта треугольная, как свинюшки, хрю-хрю. Так, я очень придирчиво консилером, но пока что, пока что полет нормальный, и цвет красивый. Ну, хорошо. Красиво выглядит кожа. Я аж немножечко удивлена. Да, то есть я, как всегда, ждала трешечка. Действительно. Ну, я пока довольна покупкой. Давайте сейчас посмотрим, как будет все выглядеть в целом в макияже, и как это будет носиться. Я сейчас добавлю быстренько брови, и к вам вернусь. Я добавила брови. Использовала продукт от Vivienne Sabo. Карандаш в оттенке 2. Очень мне нравится. И гель для бровей от MAC. В оттенке Омега. Fiber Gel. Вот так вот он выглядит. А также добавила быстренько коррекцию. Я тут пытаюсь закончить томфордовскую палетку. Я использовала вот этот оттенок. И чуть-чуть добавила хайлайта пальчиком. И еще добавила глубины оттенком Mink. Это Stick Foundation Contour от Anastasia. Тоже пытаюсь его закончить. Я вот чуть-чуть прям добавляю вот сюда, чтобы прям себе такие скулы нарисовать. Мощные. Вот. И что еще? Давайте попробуем румяна. Я взяла, конечно же, румяна от Rare Beauty. Не могла пройти мимо, так как это их культовый продукт. У меня в оттенке Bliss. Производитель нам обещает, что эти румяна будут очень хорошо держаться. Что они будут очень хорошо растушевываться. Будет выглядеть мягко. Я вообще хотела другой оттенок, но его не было. Вообще половину стенда выкоплено. И даже вот упаковки моих тональных, тонального, вот видите, они какие-то заляпанные. Это не мои пальцы. Мне кажется, там народ шуршит на этом стенде конкретно, а все перебирает. И поэтому такие немножечко, знаете, пострадавшие упаковки, но внутри их продуктов вопроса нет. Я хотела себе взять персик, потому что у меня подзаканчивается мой любимый Made by Mitchell персик в оттенке Melon Sorbet. И это первый оттенок, который заканчивается из всех Mitchell, помимо контура. Поэтому я решила взять еще один какой-то персик. И вот Bliss из всех персиков был там доступен. Вот так вот он выглядит. Такой оттенок. Давайте нанесем. Вот так вот. Я чуть-чуть на губы, на нос. Просто для гармонии. На губах, кстати, тоже прикольно выглядит. Конечно, карандашик бы не помешал бы нам, но... Я знаю, что у меня там еще несколько формул. И одна матовая, вторая более сияющая. Мне, по-моему, вот такая более сияющая, что ли, досталась. Ну, сейчас посмотрим, как это... Так. Пигментация на высоте. Что-то я, походу... Я, конечно, немножечко переборщила. А когда... А когда на мне мало румян? Просто вопрос в студии. Так, ну, хорошо. Слушайте, ну, тушуются действительно просто. Просто я продолжаю вбивать. И они как будто подостязают, но при этом мягко, то есть, тушуются. Очень-очень хорошо. Вот так. У-у-у, красота. Чуть-чуть такой сделаем под обгоревший носик. Он у меня как раз-то облазит. У меня не облазит, я просто начала опять вводить потихонечку ретинол. Конечно, просто в середине июля в самое топ. Просто, чтобы сейчас мне всю пигментацию... Все. Ну, ладно, без шуток. И у меня началась шелушиться кожа немножечко. Поэтому как раз подойдет к моему шелушащемуся носу. Вот. Ой, слушайте, красиво. Ну, хорошо. Вот такое вот у нас пока лицо. Давайте приступим к глазам. Сделаем что-нибудь красивенькое. Начнем, как всегда, с межреснички и с базы. База у меня будет Nars. Что-то я куда-то закинула свой 24 от Мак, поэтому он у нас. Мне нравится тоже. Межресничку с черным карандашом от Мак. Так, хочу нарисовать стрелки. Какое-то у меня сегодня цветное настроение. Я еще, знаете, покопалась в своих карандашах для глаз. И я нашла просто огрызочки, которые я пытаюсь закончить. Но пока я это все дело искала, я нашла карандаш от Morphe, который я очень редко использую. Он называется Pool Sign. Мне цвет так-то очень нравится, но в нем есть немножечко блеска. Поэтому я такая... Ну, давайте нарисуем им стрелку. У меня какое-то сегодня цветное настроение. Так, сейчас... Вообще, неплохие карандаши для глаз эти от Morphe, но что мне нравится, это то, что они очень мягкие, хорошо точатся, в принципе, хорошо держатся, неплохо. У меня несколько цветов. И что-то, по-моему, все они вот идут с каким-то просто отстойным шиммером. Он такой крупноватый. Так ничего критичного. То есть выглядит норм. Но если, конечно, эта история была бы матовая, то вообще бы цены бы этому не было. У меня есть карандаш от MAC еще в очень похожем оттенке, но матовым. И я хочу чуть-чуть им... Вот они в сравнении, он чуть-чуть потемнее. Чуть-чуть им пройтись вот по нижней границе. А, нет, вы знаете, не буду. Я забыла, он такой отстойный. Он очень плохо наслаживается, он мне просто начинает снимать. Вот эти карандаши от MAC просто не берите. Бегите. Бегите от них. Так, ну, уже неплохо. Добавим оттенок в складку. У меня это будет раритет растушевочной палетки Venus. Я перебирала свои палетки, и я хочу от этой палетки избавиться. Потому что в таком виде у меня понятно, да, какие оттенки я использую больше всего. И остальными я действительно вообще не пользуюсь. И как бы, ну, не особо хочу. Поэтому я закончу этот растушевочный. И до свиданечка, палетка. Стрелки закреплю сейчас похожим оттенком вот таким. Это палетка от MAC. Прошлая, по-моему, весна. Такая она, знаете, не особо я пользуюсь, но есть несколько цветов, которые мне нравятся. Прошлая, по-моему, весна. Прошлая, по-моему, весна. Прошлая, по-моему, весна. Продолжение следует... 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 сияет себе в слизистую я добавлю темно-зеленый карандаш у меня будет в оттенке pain for me от mac один из тех которых я хочу закончить можно добавить коричневый или черный мне хочется просто что-то такое знаете потемнее чтобы мне дало глубину давай сейчас подключу ресницы накрашу ресницы у меня сегодня будет тушь badgal от benefit вот такая она мне в мире кстати я никогда не пробовала первый раз попробовала и когда я только открыла она мне так впечатлила и она неплохо прям держится тоже и такой объем мне дала а потом я ее использовала еще несколько раз и что-то как-то она мне вся как будто ресницы не разделяла какие-то были лапы получивте я вообще не привередливая то есть если мне чуть-чуть там ресницы но слепится мне не критично но сейчас поэтому еще раз попробуем посмотрим что там как-то нет уж хорошая конечно нужно полный размер взять мне что нравится то что она дает объем но при этом она чуть-чуть у меня отпечатываете на веке но не как бы сильно потому что мне объемные туши в конце дня просто вообще начинают отпечатываться везде на нижнем веке на верхнем веке но полный полный трэш поэтому я продолжаю смотреть на тональный крем с консилируем и мне конечно нравится то что я вижу я не закрепляла даже пудрой и как бы прям вообще отлично сейчас я добавлю чуть-чуть пудры чуть-чуть бронзера закрепить и усоп пудра моя любимая от сей буквально остатками глаза знаете румяна я закреплять не буду потому что мне нравится эффект посмотрим сколько нибудь держится закреплю коррекцию так нужно низу карандаш от какие дабы у меня оттенки nude 1.5 чуть-чуть углы подкрашу и возьмем помаду давайте пилоток это же кто еще закончить не знаете тут в углу стола кучка лежит продуктов которые я пытаюсь закончить что вы уже освободить место для нового так классный цвет конечно и хочу еще добавить чуть-чуть румян поверх такая классная фишка поверх помады чуть-чуть добавлять румян кремовые кремовые особенности вы пользовались но даже если и пудровые можно и пудру бить все бомба так все такой у нас будет макияж не могу что я найти свой спрей значит будем сегодня без спрея ничего страшного так что я хочу сказать пока что с продуктом от доктор джарт который называется цикл ритр колор кратинчит на вот это прямо мне понравилось и на нем то он лежит классно вообще смотрите пока классная получилась кожа что вообще моя любовь очень классно убирать красноту при этом очень мягко ложится не оставляет какого какой-то сухости не особо не дает цвета вот именно корректирует я буду дальше с удовольствием пользоваться это прям класс так что если у вас есть проблемы с краснотой пожалуйста присмотритесь помимо адского ванизма конечно у работает отлично но так пахнет звездочкой но потом запах улетучивается но когда начинаете наносить прям пахнет прям ну ощутимо дальше рэр бьюти тон полет пока отличный классный цвет классное покрытие ложится очень легко действительно практически незаметен на коже при этом дает среднее покрытие я думаю можно конечно еще под наслоить но мне не нужно было так как я вообще сегодня так мало тона использовала мне кажется это потому что мне не нужно было перекрывать какую-то красноту так как вот эта парочка прямо отлично работает так консилер мне тоже очень понравился куда я его уже куда тут закинула цвет классный формула классная не подчеркнул мне ничего ничего смотрите все мне высветлил даже не высветлала просто выровнял как такой фотошоп я только за и румяна очень красивый оттенок очень красиво растушевались на губах тоже замечательно но прям красота это все новые продукты которые мы сегодня использовали как вам макияж спасибо что вы были со мной подписывайтесь задавайте вопросы хотите ли вы себе рэр бьюти пользовались ли вы вообще продуктами рэр бьюти мне кажется этот бренд вышел уже просто три года назад но я только-только я вообще очень скептически отношусь к брендам celebrity особенно которые ну я которых я не фанат а я вообще не особо фанатею от кого-либо поэтому поэтому я к фэнте присматривалась просто три года и к рэр бьюти тоже присматривалась три года а знаете а бренды которые я хотела попробовать меня не впечатлили и несколько из них это конечно бренд гив от гвен стефани ой я знаете так около него терлась и в общем чуть нечего ничего не впечатляет и еще бренд рози хайтингтон хайтингтон вайтлий тоже вот я его схватила просто потому что мне нравятся люди которые за этим стоят на мне тоже не впечатлил поэтому ну вот так вот такая вот история спасибо что были со мной и всем пока пока до скорых встреч